Праздник Курбам-Байрам все ближе. Благотворительный фонд «Инсан» запускает акцию «Мясо в каждый бедный дом». Верующие смогут выполнить обряд жертвопроношения и заодно оказать помощь нуждающимся, даже не выходя из дома. Работники фонда все сделают за вас, соблюдая все нормы ислама. Подробности акции узнавал Хамзу Нурмагомедов. В этом году благотворительный фонд «Инсан» предлагает верующим три упрощенных варианта выполнения обряда жертвопроношения. Во время праздника Курбам-Байрам. Первое – это позвонить по указанному номеру и просто оставить заявку. Второй способ – заполнить анкету на сайте благотворительного фонда. Как только вы вбиваете в поисковике «Фонд «Инсан» и заходите на главную страницу сайта, перед вами тут же появляется информация об акции со всеми подробностями. Там буквально в два клика можно стать ее участником. Третий способ – это прийти непосредственно в офис благотворительного фонда «Инсан» и заполнить анкету там. На территории Джума-мечети также будут сидеть волонтеры, которые примут вашу заявку и проконсультируют. Мы заполняем все данные, заковырившись в Курбан, делаете затем менялокилем, оставляете, оформляете, если вы хотите доставку на дом мяса. Длиже можете забрать самовывозом. Все, заявка принята. Люди проходят заранее или в дистанционном режиме заполняют анкету. Уже обработано около 300 заявок. В такой великий праздник очень хотелось бы помочь людям, малоимущим, которые очень тяжело живут, сделать садака в такую пандемию, чтобы люди смогли тоже порадоваться. Участвуя в акции, человек выполняет великую суну – обряд жертвоприношения. Приносит пользу не только себе, но и помогает продуктами обездоленным. В этом году мы планируем распределить свыше 50 тонн жертвенного мяса по всей республике Дагестан среди подопечных фонда и социальных детей, все нуждающиеся семьи, которые обратились и находятся у нас на учете. Все эти семьи, которым наличие мяса в доме является праздником. Многие из них мясо видят только раз в году. Стоимость услуги самого жертвенного животного составит 7500 рублей. Оплата как наличной, так и онлайн-переводом со счета карты или номера телефона. Заявку может оставить любой желающий, независимо от того, где он проживает.